У вас две знаки, которые обозначают территорию в этом муниципальном районе, находятся на нашей территории. Будьте любезны и велитесь. Согласовано, как сказали уже, законно как два инициерства решат, сделаем все в равном. Мне просьба, это касается все два проема Кущенской института территории, если в эти моменты возникают спорные, да, или с вашей точки зрения, спорные, с нашей точки зрения спорные, и наоборот, давайте не будем вниматься, помогите, вы информируете, Магомеда, вы информируете меня, мы вначале встречаемся, бьем чай, разговариваем с семьей, ставим известный клап, а после этого уже знаки ставим, солнце зажигаем и все остальное делаем. Я вам поговорим, говорим, вот, Элли, смотри, смотри, где, он там был, подойдите, 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 подойдите. Да, чтоб у вас в дальнейшем не было формы таких нюансов, вот, если вы, элли, посреди, вот, этот шкачок, в котором мы в каждом соединении об этом говорим, у тебя проходит так, вот эта река, что у нас посередине нового моста и старого моста, по этой старой дороге она у тебя идет, и так идет, вот эта территория Чеченской реки, и до, и вот, до эту дорогу, это поедет. Смотри, какой у нас, кто? Да, может, никто не приглашает, но никто ничего не делает. Поэтому, несогласованных, если бы вы заранее, как Володя говорит, все люди друг другу разговаривали бы, но вчерашнего не было бы. Если бы вы молодежью объясняли бы, вы их главы, вот, на данный момент, я вчера звоню, просто я не хочу, как говорится, не можем, не можем, они даже сами толком не знают, что у них, где он. Или они, знаете, просто не хотят? Нет. Понимаете, поэтому мне очень вас рады. То есть, в Лондоне, по поручению Чеченской реки, вылетит из Москвы, и с радостью ее написать. Работать надо с населением, с молодежью. Вот мы всегда говорим. Надо было молодежью это объяснить. У нас это как получается? Сначала мы делаем, потом надо это объяснить. Если бы вы сначала объясняли бы, если бы вы входы сделали бы, если бы ваши депутаты сельских или районных советов встречались бы с молодежью, этих паник, этих птичков не было. Да. Все, как говорится, в рамках законов, все нормально будет. А вот честно тебе говорю, вот при всех, и при Володе, хотя мой друг тогда не был. Я не знаю, был ли глава Кизляра Терешин или тогдашний. Весь этот бардак на данный момент между, так скажем, Чеченской републикой и Дагестаном идет именно из-за администрации города Кизляр. Именно из-за захватов ваших и наших. На данный момент я знаю, сказали, что именно ваш Кизляр, как называется, Лесход или как? Он один, в общем. На вас подали в суд. На Дорский взяли через Роский Асход. То есть, ваш же Роский Асход подал... Будем выяснять. А выяснять нечему. Вы на второй же день его взяли и посадили. Кого? Ну, слава Богу, вы и нас не можете сажать. Ну, то мы можем отстоять, короче. Мы тоже. То есть, сажайте кого хотите делать. Я не знаю, или вы хотите... Помните, там, в мире есть такой разговор, что до золотого миллиарда людей надо? Я не знаю, вы дагестанцы хотите за золотого миллиона, как говорится, сажаете, сажаете. Не мы, а закон. Правильно, да. Кто не понимает, всех сажает. А кто понимает, все равно. Поэтому, вот я вижу Шамиля Абулаева, блогера, официально заявляю, Весь этот бардак между нашими республиками происходит из-за вины руководства города Кизя. Не, я не понимаю. Незаконно присвоили лесной фонд Чеченской республики и лесной фонд самоводит города Кизя. И это не я говорю. А? Это говорит Рослесимпорт. Что? Рослесимпорт. 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 Рослесимпорт потребовал от нас, чтобы мы встретили и сами выступили. То есть, хотим мы или не хотим, это, как говорится, федеральная земля. Не муниципальная, не республиканская. И хотим мы или не хотим, Минприрода России свои гектар не оставляет. Это все в России знают. Я это просто к слову. Вы говорите, зачем мы спорим? Мы же договорились о том, что есть чеченская земля, которую мы не забираем. Или вам сейчас придется на нашей территории пригласить ГОСКИ. Или же надо... Вы на гости так не наезжайте, так не придется. Давай тогда в ресторан зайдем. Давай, давай, давай. Пойдемте, пожалуйста. Говорим? Да.